Абиссинская кошка – загадочная порода, вокруг происхождения которой много домыслов, поскольку официальных данных не существует. Некоторые утверждают, что эти кошки – фараонов Древнего Египта, другие настаивают на том, что они были завезены в Великобританию из Абиссинии, которая сейчас называется Эфиопией. В настоящее время, благодаря генетическим данным, наиболее признанным аргументом является то, что они происходят из регионов Индийского океана, таких как Индия или Индонезия. Абиссинская кошка, иногда известная как Абби, считается одной из самых старых пород кошек. Щедрая, игривая и любящая абиссинская порода – это не что иное, как радость в доме. Для них жизнь – это приключение, которое нужно прожить на полную катушку. Это означает, что они должны взбираться выше, прыгать дальше и играть сильнее, чем любая другая порода домашних кошек. Про нее часто говорят, что он выглядит так, как будто только что вышел из дикой породы. Это объясняется его текированным рисунком шерсти, который напоминает рисунок шерсти диких кошек, таких как пума. В текированной шерсти на каждом волоске чередуются светлые и темные полосы. Все в нем говорит о его живом, внимательном характере. У Эбби слегка округлая клиновидная голова, увенчанная большими широкими ушами, которые лучше слышат вас. Большие миндалевидные глаза золотистого или зеленого цвета выражают интерес ко всему, что они видят. На лице могут быть темные линии, идущие от глаз и бровей. Будущим владельцам, которые хотят иметь кошку, которая будет следить за каждым их шагом, требовать внимания и быть их кошачьей тенью, когда они переходят из комнаты в комнату, стоит обратить внимание на абиссинскую породу. Многие владельцы признаются, что однажды заведя абиссинца, вы уже никогда не подумаете о другой породе. Эта высокоинтеллектуальная порода также очень любознательна и любит быть в центре внимания. Что делает их? Очень забавными, но может сделать их сложными для тех, кто хочет иметь кошку, которая будет давать ему пространство. Вы можете предположить, что чем бы вы не занимались, ваш питомец будет заглядывать вам через плечо, желая исследовать и возможно даже попытаться помочь. Некоторые владельцы даже называют их аббихватателями, из-за их склонности хвататься за вещи, которые вызывают у них интерес. Они любят играть и могут развлекать себя часами, если у них достаточно игрушек, чтобы занять их. Они будут еще счастливее, если будут часами играть со своим человеком. В отличие от некоторых других кошек, они легко поддаются дрессировке, поскольку быстро учатся и очень хотят проводить время со своими хозяевами. Известно, что эти кошки даже могут успешно участвовать в соревнованиях по аджилити, а некоторые из них позволяют выгуливать их на поводке. За короткой тонкой шерстью абиссинской кошки легко ухаживать, еженедельно расчесывая ее, чтобы удалить отмершие волосы и распределить кожные масла. Купание в период линьки поможет быстрее удалить лишнюю шерсть.